Музыка Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! У меня сегодня для вас рецепт шоколадного бисквита на кипятке. Какие ингредиенты нам нужны? Мука, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, крутой кипяток, каково-порошок, растительное масло, молоко, яйца, соль и сода. Все ингредиенты для этого рецепта должны быть комнатной температуры. Точное количество ингредиентов вы найдете у себя на экране в начале видео и в описании под видео. Сначала соединяем все сухие ингредиенты. Обязательно просеиваем. Сюда добавляем соду, какао-порошок, тоже просеиваем. В конце добавляем разрыхлитель. Перемешиваем, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Сухая смесь уже готова. Это пока оставим в сторону. В большую миску разбиваем 3 яйца. Добавляем щепотку соли. На низких оборотах миксера яйца разбиваем до пышной пены. Потом только начинаем добавлять сахар. Начинаем вводить сахар с ванильным сахаром. Понемножку. Вот такая очень пышная яично-сахарная масса получается. Сюда добавляем растительное масло. У меня подсолнечное. Сверху смешаем. Добавляем молоко. Когда добавляем молоко, перемешиваем недолго. Постепенно добавляем муку. Перемешиваем венчиком до однородности. Комочков быть не должно. Добавляем последнюю порцию муки. Получается вот такое гладкое однородное тесто. И в самом конце добавляем очень крутой кипяток. И перемешиваем опять же до однородности. Получается вот такое слегка жирковатое тесто. Это тесто можно испечь как в кексовой форме, так и в обычной. Я возьму обычную форму. Если будете выпекать в кексовой форме, то бока можете смазать сливочным маслом и обсыпать мукой. Чтобы потом легче было кекс оттуда достать. Поскольку я испеку бисквит в форме с разъёмным дном, я просто дно покрыла пергаментной бумагой. Стены ничем промазывать не буду. Выливаю тесто в форму. Пару раз в форму с тестом можно постучать о стол, чтобы вышли пузырёчки. Поставлю тесто в заранее разогретую духовку. Температура духовки 180 градусов. Нам понадобится приблизительно 35-40 минут. Это, опять же, посмотрите по своей духовке. Они у всех разные и пекут по-разному. Я только что достала бисквит из духовки. Он у меня пёкся около 50 минут. Дам немножко подостыть и извлеку из формы. Нажор пройдусь вдоль стенок формы. Бисквит в центре получается с бугорком. Это так и должно быть, потому что это кексовое тесто. Если вы будете печь в такой кексовой форме, у вас этого центра, конечно, не будет. Но, опять же, тесто сверху потрескается, потому что это кексовое тесто. Если вы хотите использовать этот бисквит в качестве коржей для вашего торта, сверху можете подрезать этот бугорок и впустить в крошку. Срежу сверху бугорок. Порежу бисквит на две ровные части. Вот так выглядит бисквит внутри. Он очень пористый, очень мягкий и очень ароматный. Надеюсь, мой сегодняшний рецепт вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, хорошего настроения и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!